итак добрый день мои дорогие друзья я обещал последнем видео вам рассказать наш опыт установления памятника я не знаю насколько это будет вам интересно насколько это будет полезно надеюсь что это в принципе никому не будет полезно но тем не менее не есть чем поделиться рассказать историю показать что получилось потому что уже все готово я сюда вставлю пока не понимаю доли после ли или во время буду вставлять кусочки видео потому что сегодня окончательно его установили мы всем очень довольны все сложилось так как мы хотели не сразу все получалось были какие-какие кое-какие заминки о которых я расскажу записывается вообще записывать видео это теперь с микрофоном и через приложение специальное записываю во первых я хочу друзья вас поблагодарить потому что если вы помните когда все произошло практически год назад с нашей мамой с моей мамой очень много людей мне помогали не только словом не только комментариями не только поддержкой но и деньгами кто сколько мог вы я уже вас благодарил это за это и не раз и еще раз буду благодарить поэтому я тогда сразу сказал что от той суммы я отложил деньги на памятник поэтому хочу вам сказать что неважно как вы меня поддержали финансово или просто словом в том что я сегодня мы сделали памяти тот который я хотел я сказал что я сделаю хороший лучший памятник для мамы в этом есть тоже ваша заслуга за что вам собственно большое человеческое спасибо в общем история такова мы где-то начали говорить о памятнике где-то наверное еще в августе наверное даже в августе в июле принципе мы всегда как бы говорили но думали что начнем планировать памятник примерно в августе там за два-три месяца кстати буквально вот сегодня что у нас какое число сегодня у нас 29 сентября и буквально две недели назад если не меньше наверное мы вообще узнали о том что есть такое понятие как сезон на кладбище установки памятников который начинается 15 мая и заканчивается 15 октября а мы как бы планировали памятник делать за два месяца до до 1 ноября потому что 1 ноября будет год но слава богу что мы но немножечко пораньше хотели установить решили установить и успели все прям вовремя а вот сегодня 28 число мы даже раньше закончили вообще конечно хочу сказать что памятники это такой бизнес это такие деньги вот поэтому нужно также торговаться это однозначно не стесняться понимаете они поверьте мне я ничего против не имею работников каждого свою работу каждый свой бизнес но если они так завышают цены хотят одну сегодня другую то есть я считаю что в ответ нужно абсолютно торговаться и не этого не стесняться и даже если вы этого не можете потому что не все могут торговаться вы должны найти человека кто-то из вашего окружения кто вам обязательно поможет поторговаться не стесняясь потому что вроде как неудобно ты начинаешь там думать ой ну ладно что там для своего близкого родного человека никаких денег не жалко на это собственно и рассчитано вот поэтому нужно торговаться есть другой еще немало важный момент лучше всего как оказывается памятники ставите не в сезон а либо в конец сезона потому что цены будут отличаться однозначно прямо однозначно потому что вы сейчас конец сезона они начинают скидки делать торговаться прям совсем по-другому другой момент если вы хотите памятник по собственному эскизу по собственному какому-то плану что-то необычное что-то но вы видели принципе мои видео с кладбище я показывал памятники бывают абсолютно разные может не говорим про мусульманские то вообще отдельная история но у нас ставят памятники приличные хорошие разные на самом деле у кого сколько денег кто себе как может позволить конечно наверное кто-то опять скажет что это не главное для человека вы знаете для меня главное для меня главное и для папу главное для всей моей семьи для брата или поставить хороший достойный памятник потому что считаю что наша мама заслужила вот поэтому конечно же и опять же кто-то скажет что главная память главное помнить абсолютно сами согласен но тем не менее хочется чтобы это было выглядело прилично вот мы стали предоцениваться что вы понимали все что когда вы подъезжаете к кладбищу да вы сразу видите много таких точек развалов где образцы памятников стоят если эти памятники находятся в до кладбище это неофициальные люди запомните у них своя история у них свое все но они принципе как бы не отличаются хотя я считаю что на территории кладбище дороже однозначно вот и но у них и дольше у них есть уже готовые образцы я начал говорить что вы можете по своему эскизу до сделать что-то можете выбрать что-то из существующего уже вот на этих развалах как на территории кладбище у официалов так не на территории который прилегает перед кладбище разница в чем что вы заказываете у официалов и не официалов официалов никаких разрешений не нужно они могут вам они могут ставить сами потому что они официалы мы были мы сделали не официалов поэтому когда все документы мы договор заключили все с размерами со всеми эскизами со всеми делами мы пришли я приходил на кладбище как на меня были оформлен участок мы приходили вдавали бумажки сидели там правда часа три в очереди но не важно важно то что это принципе не проблема получить разрешение на установку потусторонние фирмы на наши на нашем участке вот мы много объездили вы видели я и ходил по кладбищем знаете как бы снимал видео а сам как край глаза тоже присматривался выбирал смотрел какие люди ставят как вообще бывает как не бывает вот у нас была главная задача при тем как поставить памятник забетонировать все вокруг потому что я уже снимал видео рассказывал какой там бурьян из сорняки все это растет летом это просто ужасно а весной и осенью это грязь слякоть мы смотрели что у всех по-разному забит забетонирована кто-то вот у нас уже как бы такая есть оградка такая каба палубка была до бетонная у кого-то она чуть больше у кого-то она чуть меньше вот кто-то вокруг добавляет вот это вот забетонирование одно там там 10 сантиметров у кого-то метр у кого-то полметра у всех по-разному и где-то между памятниками терину разными памятниками у кого-то не памятниками участками у кого-то прям впритык у кого-то разную кого-то между ними прорастают целые деревья кусты в общем если вы не официалов делаете и хотите чтобы они вам сделали забетонировали вокруг они по закону могут впереди памятника там 20 сантиметров три остальные стороны по 10 сантиметров вот поэтому конечно же нас это не устраивало и нам эти говорят идите лучше найдите официалов официал это вот эти вот работники кладбища они через каждый вы только вы приходите не знаю как у вас нас только приходишь на кладбище они тут же подъезжают и всегда спрашивают нужна ли какая-то работа нужна ли какая-то помощь помощь хотите мы вам установим то хотите это и вот мы я пришел нашел такого человека договорился вот мы хотим чтобы у нас перед нашим памятником до следующего целый метр представляете в общем никаких проблем здесь сделали метров вокруг по 50 сантиметров там по полметра везде все заделали вокруг я буду там вставлять здесь периодически все-таки видео чтобы вы понимали о чем речь идет я наверное очень долго все это рассказываю но я хочу подробно поделиться вот почему мы остановились именно на человека который вот нам сделали который перед кладбищем не официал изначально а вообще у нас есть знакомая девушка который вот два раза уже мог не обращались она как это правильно называется она агент агент бюро таких ритуальных услуг она мы с ней еще познакомились когда бабушку хоронили нам она очень понравилась мы были абсолютно довольны это были не какие-то сумасшедшие деньги вот все четко никаких претензий все вообще были поэтому мне остался телефон и я и позвонил и так же с мамой она нам все помогла ну думаю когда буду делать памятников также не спрошу наверняка у нее есть какие-то люди которые занимаются памятник перед этим мы также стояли на на кладбище тоже проходил раб рабочий спросили у него приценились у него была там допустим цена я не буду даже варь потому что мы там просто спросили у него как-то совсем дешево было но мы еще не говорили про это забетонирование мы не говорили про тон наверно там на то и вышло бы вот потом мы обратились к этой вот через кристину дала нам конечно же человека я с ним созвонился все это как-то было долго все это было неудобно по телефону хотя мне были все фотографии я уже понимал какой формы я хочу какого цвета я хочу я все знал какую надпись какие буквы я все это знал все равно это было как-то долго неудобно и в итоге мы что-то там согласовали он год езжать приезжайте к нам это находится во внуково у нас здесь свое производство там реально свое производство такое что вам дорогая прям на улице такие полу открытые мастерские все пилит строгают строчат что-то там надписи набивают у них свое производство поэтому все вот эти вот кладбище где образцы стоят у них собственно и заказывают я как бы думаю наверное будет дешевле и вот как по знакомству оказалось по знакомству совсем не подешевле но на самом но мы не из-за этого от них отказались потому что они начали говорить а вот это вот мы не можем вот это вот мы то когда я еще не знал что можно у официалов вот этого забетонировать в общем не сложилось никаких претензий нет просто так бывает не сложилось не наш человек знать как бывает такой вот и я тогда очень расстроился я был один я думаю так поеду я сразу на кладбище нам к одному человеку когда заезжал приценивался еще раз неподробно все проговорю все размеры он там рядом мы подойдем на место на участок все посмотрим и в итоге все я к нему приехал у меня вспомнил у него же там примерно цена у нас тоже была мы я его взял мы доехали до участка все посмотрели все посчитали нас все устроило абсолютно в тот же день я заказал у официалов вот это вот забетонирование все это забетонирование сейчас теперь по ценам это самое главное потому что вы знаем всегда спрашиваете впереди метр везде по 50 сантиметров вокруг это стоило 30 тысяч мы даже спросили у нашего человека когда делал нам устанавливаем памятник он сказал что это не дорого в принципе это нормальная адекватная цена за 30 тысяч нам все вокруг сделали и памятник стоил две цены были 50 процентов сразу платишь потом второй раз 50 сейчас вам скажу 120 120 123 наверно было 123 500 123 500 200 120 120 240 ну в общем где-то 245 давайте так 245 плюс 30 275 все это стоило из чего складывается цена сам постамент вот это называется ли как вот это вот такой волной я именно хотел вот какой то такое вот как вы знаете что такой какой-то как не не знаю как назвать не просто такой помпом помпом какой-то такой немножко нежный какой-то это как бы там даже подразделяется бывает типа женские мужские вот если вы посмотрите конечно на сравните с бабушкиным я сразу объясню почему мы не сделали черный почему изначально был черной бабушки у бабушки мы делали памятник по ее документам так как она участник войны это делали через там собес какой-то тоже хотя не дешево все какой-то это мне кажется обман вот но неважно это занимался тем тогда папа всем и там и так понимаю особо выбора не было вот он прямой такой черный гравировка фотографии фотография приличная была у нас только одна из паспорта у бабушки и он такой я честно не хотел черный вообще не хотел черный и я вот я вообще делал все так конечно согласовываясь с папой и с братом но я точно делал так как хотела бы мама не то чтобы как она хотела бы наверно может неуместно вообще это вот такие слова до сих пор даже не верится что вообще принципе об этом говоришь но я просто точно знаю мамины вкусы я знаю ее вкус по цветовым и поэтому я делал так как я точно знаю что он либо понравилось вот из чего складывается цена вот этот постамент на чем он стоит внизу это тоже отдельно хотя они принципе неразлучные я думаю что это как-то отделяется они уже соединены вот такая вот штука на чем стоит постамент оказывается это отдельно цена сверху отдельно цена и впереди мы чтобы как-то она симметрично было с бабушкиным во-первых мы выбирали по размеру по толщине тоже там восьмерка десятка у бабушки кстати десятка у нас восьмерка но это не сильно видно вот он был в наличии этот памятник это не на заказ я просто его увидел и понял что я хочу именно этот потому что было просмотрено просто сотни десятки внизу у бабушки вот это вот надгробная плита это называется она определенного размера мы тоже заказали такую же определенного размера чтобы это было симметрично и честно говоря ничего не вот я не вижу ничего страшного что один черный другой коричневый это называется он ё-моё забыл как цвет называется потом напишу вот здесь строчкой потом конечно же установка цена это все туда включается конечно же надпись фамилия и имя отчество дата рождения дата смерти каждая буква каждая цифра это считается отдельно внизу надпись мы захотели такую надпись ее сделали тоже каждая буковка плюс долго мы думали что делать с оградкой не хотелось железную вот мы там с папой снимали не хотели взлежно потом нам от нас ее отговорили конечно же это дешевле намного но железную каждый год практически нужно подкрашивать потому что ржавеет от погоды от всего ну отказались мы от этой идеи тоже захотели такой камень она была в наличии это тоже не под заказ вот вот точно помню что вот это вот вокруг оградка такой как это как-то там по-другому называется по нашему просто оградка 60 тысяч она стоила вот я сейчас запомнил вот ну и этот камушек такой который обсыпан вокруг это тоже тоже в эту тоже цена отдельная вроде бы наверное ничего не забыл вот там я на видео показывал вставлю здесь на кусочек что бабушкин лежит надгробная плита из вот есть прямой угол а у нерка бы скошена вот этот скос изначально память не бьет практически 9 так сколько это 45 градусов а там скошено то есть вот этот скосить под симметрично чтобы как у бабушки было тоже отдельная цена в общем за все идет берут цену не сильно удивлен поэтому что делать вот за три дня за 4 нам залили вот это забетонировали за неделю нам сделали памятник установили мы приехали приняли работу вторую часть заплатили в общем мы очень-очень довольны и вот главный вывод из всего не стесняться объездить кучу вариантов вас конечно будут там не отпускать вам еще будет название мне кстати официалы звонили просто уже раза три летом типа они же смотрят по датам год подходит ага наверняка будут делать ну здравствуйте так как бы все культурно ненавязчиво но спрашивают не хотите ли вы памятник игры мы уже заказали это все извините вот поэтому приценяйтесь еще раз говорю если ваш на заказ собственно какого-то там вы знаете что вы хотите форму то что бывают разные бывают детские там и виде игрушек делают абсолютно разные это конечно дороже намного если по собственный эскиз по индивидуальному заказу намного дороже лучше объездить все вот эти вот точки перед кладбищем еще где-то примерно выбрать посмотреть прицениться и торговаться не стесняться я уверен что каждый человек будет для своего близкого не жалеть насколько он себе это может позволить все сделать самое лучшее но тем не менее они не стесняются а почему вы должны стесняться вот у меня такой вывод но я очень доволен именно следующий год обратимся к нему уже может быть там дорожку сделаем дальше вот я на видео показываю что там трава все с как бы с дороги до чтобы это было зацементируем тоже и хотим еще наверное может быть вазу тоже такую гранитную хотя конечно с ней проблемы на зиму они лопаются их нужно закрывать вода попадает расширяется лопается в общем под вопросом мы еще это но сделаем подсвечники тоже в цвет памятников такие есть там хорошие красивые продаются вот такая вот моя история наша история мы со спокойной душой с папой все сделали конечно же при участии брата ну просто к тому что мы с папой чаще ездили вот надеюсь что вам это было полезно хотя очень надеюсь что это вам вообще не пригодится но такова жизнь уж понимаете что наверное это к сожалению всех коснется вот буду заканчивать я вас всех обнял всем здоровья поцеловал приподнял все сделал вы знаете будьте здоровы и самое главное берегите себя я думаю что я уверен что все будет хорошо все пока пока друзья если что-то забуду я добавлю то я как-то за рулем отвлекаешься все пока пока напишите кстати как звук этот новый звук между прочим я через приложение необычное снимаю все пока пока так вот видите а 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 ну очень очень хорошо да но очень нравится видишь пока что бы эта фотография фотография качество какое-то посмотри я думаю что мы сейчас новый вообще купим это надо надо выкинуть смотри вот это вот точно выкинуть потому что она лишь стоять не может даже хорошо по углам смотрится такую тоже вторую купить похожую а это уже потом заменить видишь как хорошо на одном уровне подожди тряпочка была здесь здесь мы хотим сделать дорожку здесь хотим сделать тут чтобы эти как заросло а ведь как они молодцы старые камушки вот здесь бросили а лишний песок вот здесь здесь у вас не будет вот это века вот видишь когда чуть первое время не надо стирать да не а что сегодня что завтра она не меняется как она это же не это не клей это ничего это вот здесь вот видишь они сделали слушай а цветы как живут, да? да да наоборот я бы он потёр может давай эти камни высыпут? высыпут? я думаю да мы их добавим вот в эти вазы третья здесь всё вот видишь даже я специально делал чтобы скос был одинаковый потому что изначально идёт вот такой а представляешь лежали бы два камня один такой а другой такой фотография вообще прям лучше чем в жизни была ну я имею ввиду на компьютере даже это керамогранит это как плитка знаешь это не стекло это видно закаляет там да 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 слушай фотография посмотри как сохранилось да и не выгорело не выгорело ничего нет так подожди где тряпочка это что такое это что такое вот здесь вот правда заброшено всё хорошо чтобы сделали вот такой вот вообще а не вот это вот да 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 салил всё уже заржавело всё это и вот смотри да вроде красиво всё но ржавые каждый год подкрашивать да здесь ничего делать не надо из не очень красивый не очень красивый потом по весне я хочу чтобы такие тоже здесь были ландыш все как хорошо сохранились за лето не выгорели ничего да ну ты слушай надо же позвонить кто тот же присел да кто ну телефон дал кому-то там позвонить когда все сделают когда дали ну ты мне дал это телефон и паспорт надо куда бы поэтому по телефону позвонить какой-то отчет или что ты что не помнишь ну тоже уже возраст знаешь ну вот ты же мне дал вот отчет как отчет все сделали работу все все я понял и все и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok